Вон он, вон люди стоят. Утро 2 января. Патрульная служба выехала к дому номер 19 по бульвару Гусева. По данным следствия, здесь, в трехкомнатной квартире на третьем этаже девятиэтажного дома, произошел хлопок бытового газа. Московским международным следственным отделом города Твери регионального следственного комитета по факту травмирования двух человек возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом В части 2 статьи 238 Уголовного кодекса оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По данным следствия, 2 января в квартире, расположенной на третьем этаже дома номер 19 по бульвару Гусева города Твери, произошел хлопок бытового газа, в результате которого два человека доставлены в больницу. В настоящее время следователи регионального следственного комитета России с целью установления всех обстоятельств произошедшего продолжают допрашивать жильцов многоквартирного дома. Расследование уголовного дела продолжается. По данным следствия, в период с 13 ноября прошлого года, не позднее 2 января этого года, в квартире был установлен новый кухонный гарнитур. В ходе осуществления демонтажа и установки кухонных шкафов нанятый мастер допустил нарушение, повлекшее деформирование газового шланга, соединяющего газовую трубу и газовую плиту. Утром 2 января в результате утечки газа здесь произошел хлопок. Женщина, которая тем утром встречала мужа с ночного дежурства и собиралась сделать завтрак, получила ожоги не менее 70% поверхности тела. Травмирован и доставлен в больницу ее супруг. Вот как все произошло. В этой квартире еще с той стороны такой же балкон внесло в сторону помойки. С другой стороны дома, куда выходило окно этой квартиры, мы увидели раму, улетевшую от лоджии. На месте самой лоджии работали специалисты электросетей. Бой, 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 бой! Потолок свисает, вот и второй панец. В подъезде все нормально? В подъезде ненормально. Нет? В подъезде лифт. Лифт. Выдавила дверь взверной волной. Выдавила. Сразу на место прибыли руководство города и представители областной администрации, руководство, полиция, все необходимые спецслужбы. Напротив, 48-я школа. Именно в школе разместили эвакуированных жильцов подъезда. Сразу школу открыли. Там были предложены горячий чай. Люди там согревались, потому что вышли кто в чем. Одни из первых на улицу выбежали жильцы трехкомнатной квартиры на втором этаже. В этой квартире, расположенной под той, где произошел хлопок, на момент ЧП находились три человека и домашние животные. Два кота и собака. Я спал, у меня тряхануло, я глаза открыл, у меня в глазах был песок или что-то такое с потолка. Я слышал, как брат с женой, там, ну, разговариваю, выбежал к ним. Мне брат говорит, все, надо убегать отсюда тут. Все, сейчас дом рушится. Я направо посмотрел, там комната была, там потолки такие. Вообще, жесть. Толки провисли все, все в трещинах. Так, тут мы где-то, в чем мама родила, в том и выбежали. Нам соседи скидывали с окон тапки, одежду, потому что мы были без тапок, без всего вообще. Здесь у дома стояли автобусы, предоставленные для временного приюта пострадавших. Собирали списки, кому что надо. Пострадали и припаркованные у дома машины. Здесь на тонировке держится, вот он, да? Вот, видите? Да, да, да. А здесь, вот это стекло, тоже место удара, вот оно, тоже держится все на пленке. Метров 15-20, вот эта машина дыркивается. Вот это. Прямо практически к дороге улетела рама. Утром 8 января от полученных травм пострадавшая женщина скончалась в больнице. Ее муж по-прежнему госпитализирован. Ему оказывается необходимая помощь. По возбужденному уголовному делу следователи продолжают устанавливать обстоятельства соблюдения необходимых норм и правил при эксплуатации газового оборудования. Проводится ряд судебных экспертиз, в том числе трассологическое, медицинские, взрывотехническое, пожарно-техническое. По поручению прокурора Тверской области Сергея Лежникова прокуратурой Московского района города Твери организована проверка исполнения законодательства, регулирующего эксплуатацию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. По результатам проверки будет дана оценка полноте исполнения обязанностей со стороны управляющей компании, обслуживающей организации, администрации Московского района города Твери и самих собственниках квартиры. Жильцы эвакуированных квартир временно размещены в гостинице «Юность». У расселенного подъезда круглосуточно дежурят сотрудники полиции.